Всем привет, меня зовут Алена Свен, и сегодня обзор моего скетчбука за 2011-2013 годы. Это Меллискин с плотными листами, в нем очень удобно рисовать, было фломастерами, я вообще люблю рисовать фломастерами. И как раз больше всего я рисовала, когда я готовилась сдавать диплом в своем институте, и вот вначале тут выйти очень много зарисовок на тему моей дипломной работы. Я делала всякие поиски, композиции, всякие мелочи набрасывала, и в принципе мне очень нравилось работать с графикой, потому что бумага очень хорошо впитывает линер, и очень приятно рисовать именно линии. Ну тут я делала диплом на тему повести «Ритуал» Марии Сергея Диченко, и поэтому, видите, очень много драконов и поисков на тему драконов. И в основном меня возмущало, что все, ну большинство доступных референсов с драконами, у дракона 8 конечностей, ой, точнее 6, ненавижу 6 конечностей. Вот опять фломастеры, я пробовала разные фактуры, и видите, смешивала разные формы, тоже было довольно интересно. Карандашом, в принципе, я рисую довольно редко, потому что у Малискина, у них конкретно у этого такие довольно гладкие листы, и более-менее мягкий карандаш весь смазывается. Вот акриловые какие-то заметки, ну в принципе с акрилом он взаимодействует нормально, и, ну, листы не промокают, не просвечиваются, поэтому довольно удобно, и, в принципе, рекомендую вот что-то красить акрилом, было очень приятно. Да, немножко коробится бумага, но, в принципе, это все в пределах допустимого, и блокнот остается таким довольно приятным на ощупь. Но единственное, что вот эти, видите, акварельные отмывки на нем делать не получается, потому что очень бумага впитывает очень быстро влагу, и, соответственно, каких-то красивых разводов акварельных очень сложно там добиться. Но, в принципе, если работать вот в технике гуаши, довольно удобно. А это упоротость, всякую упоротость собирали, всякие вещи, которые похожи на лица, очень странные, и было очень весело, в принципе. Во время прогулок можно было много таких существ придумать. Вот, еще такая фишечка, что если что-то не получилось, просто заклеиваешь сверху калькой и рисуешь сверху по кальке, потому что, вон, лицо красками получилось уродское, а, в принципе, контур мне нравился, я просто контур обвела заново. Вот. Ну, я говорю, акрилом мне очень нравилось работать по этой бумаге, и тут какие-то мои заметочки. Это мы выращивали лук на подоконнике, такая русская традиция. Решила это зарисовать. Вот. В тот период я старалась рисовать каждый день или почти каждый день, поэтому... Ну, и мне нравилось делать так, чтобы в конечном итоге скейтбук выглядел как какое-то законченное, цельное произведение, поэтому я старалась каждую страничку делать красивой. И, конечно, были некрасивые странички, которые совсем не получились. Я их, конечно, не показываю. Вот. Но в основном то, что совсем не получалось, я или закрывала слоем акрила, или чем-то заклеивала какой-то такой, ну, красивой бумажкой, чтобы можно было поверх что-то нарисовать. Вот. Но к концу, как бы, с акрилом я маленько подздулась, потому что была очень большая загруженность дня, и вот, в основном, я перешла на фломастеры и просто на графику. Я рисовала комикс, почему я каждый день опаздываю на учёбу или на работу куда-то. Вот. Тоже какая-то страничка была не получившаяся, я заклеила её какой-то бумажкой и просто сверху акрилом нарисовала. Вот. Да, в том году, в 2012-м, было 29 февраля, високосный год, и я не могла это не увековечить. Как раз сидела в кафешечке, и, в принципе, мне понравилось делать дорисовки какие-то из кафешечек. Как раз вот эти все мелочушки, там вот это лежит вилка на салфетке, и там какие-то висюльки, какие-то ножки. И если делать это графикой, всё это смотрится очень красиво и так графично. Наклейки по Sailor Moon. Кто из нас не увлекался в детстве Sailor Moon и до сих пор увлекается? Вот, это, кажется, я копировала с какой-то фотки или с какой-то чужой графичной работой, потому что, видите, всё достаточно собрано. Вот. Шутка-минутка. А у нас было такое кафе, где заставляли официантов, ну как, у них была официанта форма, вот шапка в виде этой рыбы, которая пожирает им голову. И просто я не могла на это спокойно смотреть, потому что это, ну, действительно очень, я не знаю, смотрится очень смешно. Ну, то есть, неужели и так недостаточно сложная работа официантам, чтобы ещё и рыба тебе голову не ела? Ну, это так даже вышел какой-то из Бэтменов. Не могла не пошутить по поводу его накрашенных глазок. Ну, вот, вообще он милашка, конечно. Вот, тоже зарисовки из кафе. Ну, опять же, я брала с собой обычно просто ручку или линеры. Или делала... Ну, здесь, по-моему, я не делала особо зарисовок карандашом, потому что, я говорю, я с карандашом не очень люблю работать. Я делала сразу начистовую линерами. А потом, естественно, уже дома вечером просто прошлась акрилом. Видите, вот где-то удачно получилось, где-то не очень удачно, потому что я, как бы, с красками давно уже не работала. Вот. Ну, и финал совсем. Мы ходили в зоопарк, и, конечно, в этой толкучке было очень сложно что-то путнее нарисовать. Я тут попыталась, конечно, более-менее оформить, но в основном последние странички слиты. Вот. Ну, вот такой скетчбук получился. Всё. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok